Ну что, если вы не хотите расходиться пока, то я вам спою полный вариант той песенки, которую вы слышали по телевизору. Бразяма из жетоника, да? По петахтике, он говорит, я приду с бутылкой тоника, и от жары плывут мозги куда-то вверх. Я притащился у петахтику из жетонов, чтобы насталигировать подождичку в четыре ореха. Но как могу, я берегу сознание гордое, хоть здесь не сахар, не фонтан и не дворец, но я был в жетоне простой еврейской морды. А в петахтике, признанно русским, наконец, в вагне местных будем, затянем крепче поезд и всех вокруг заставим понимать, что мы русские люди, и наш бронепоезд еще покажет кучину. Моя наставника, ватичка, ну ватичка это значит старожилка, да? Ватичка, тетя Рухова, передо мною в первый день толкала речь. Тут, извините, зяма, жизнь такая тухлая, что трудно тух из непорочности сберечь. Я понимаю, что такая анатомия. Я разумею, что мацав, но мацав это состояние, мацав у них такой, зато ж меня простого зяма из житоми. Понимаете? Признали високо-культурной олеёй, вагне местных будем, затянем крепче поезд и всех вокруг заставим понимать. Мы русские люди, и наш бронепоезд еще покажет кучину. Работы нет, денег нет, даже визера. И минуса терзают хилый мой хэшбон. Меня рекламой достают по телевизору. Меня рекламой обрывают телефон. Пускай с ссади твари держат за мечтой меня. Шо не умею, понимаешь, мы дабер на их манер. Но поеду в гости, ой, я буду швыцать по житоми. Как настоящий заграничный миленья рва. Глядь на снегу, затянем короче поезд и всех вокруг заставим понимать. Мы русские люди, и наш бронепоезд еще покажет кучину. Спасибо большое. Беспотим, спасибо еще и удачу. Удачу на праздник. То бешва, пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует...